Шелуха лука, капустный лис, тополиный пух и вата. Из таких, на первый взгляд, далеких от творчества материалов запорожская мастерица Рита Сидоренко смогла создать настоящие произведения искусства. Лучшими из своих работ мастерица впервые решила поделиться с запорожской публикой. Для этого устроила персональную выставку библиотеки имени Горького. Посмотреть, во что вылились 20-летние эксперименты автора, пришло немало гостей. Была там и наша съемочная группа. Работы запорожской рукодельницы Риты Сидоренко выполнены в уникальной технике, говорят организаторы выставки. В своих пейзажах, портретах и натюрмортах автор совмещает несовместимые предметы. Все творения созданы из подручных материалов. Это самобытная техника этой мастерицы, которую она сама разработала. Она сама усовершенствовала эту технику. Это техника выполнения работ из шелухи лука, из капустных листьев, из ваты, из тополиного пуха. То есть тот материал, который, в общем-то, бросовый, который, в общем-то, народ и не подумал бы сохранить для чего-то. Работы для своей первой персональной выставки Рита Сидоренко по ее собственным словам выбирала недолго. Говорит, на этих стенах 20-летняя история ее творческой жизни со всеми экспериментами. Нашлось место в зале и для аппликаций из Кашемира. Автор признается, они были самыми трудоемкими. Обычно мы привыкли, аппликация из ткани, значит, вырезается деталька и пришивается нитками. Нет, я подбираю теневые. Я стараюсь эти теневые придерживаться по именно конструкции, вот как положено, и передать тень, и правильно наклеить. Помимо создания самобытных картин, Рита Сидоренко занимается преподаванием, обучает детей своему мастерству. Дарья и Альбина занимаются у нее уже не первый год. Рита Виктор меня учит о разной технике из ткани, и технике из бумаги. Я делаю работу из шелухи луга. Мне очень нравится эта техника. Это казак, и я делаю ее очень старательно, старался. Рита Виктор мне подсказывала, что делать и как. Я делаю на воротах разные работы. Я делаю работу с казаками, я делаю работу с семьей. Это мама, а это сынок, а это папа, и солнышко, и цветочки. В ближайшем будущем мастерица планирует освоить новый материал – лузгу подсолнечника. Уже знает, с ее помощью изобразит муравья. Это насекомое для Риты Сидоренко символизирует жизнь. Эту работу зрителям обещает показать на своей второй персональной выставке, которая, уверена автор, обязательно состоится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова